Друзья, всем привет! Совсем недавно я записал вам видео о том, какие ждут нас в новом году, в 2018-м, новые штрафы, увеличения штрафов. Прошло совсем очень мало времени, буквально несколько дней, как позвонил мне приятель, только что позвонил мне и сообщил о том, что его друг, сейчас я напоминаю преддверие новогодних праздников, они все еще идут, что его друг, выезжая из Харькова, это вот, мы сейчас нахожусь на московском шоссе, если я не ошибаюсь, выезжая из Харькова, его остановили, остановила полиция. Вот, кстати, и он, я как раз тут даю комментарии по этому поводу, то есть рассказывал о том, что ты позвонил мне, сообщил о том, что твоего друга остановили, и просит пятерочку гривен, еще по старым тарифам, за то, чтобы он рассчитался, якобы у него есть первичные признаки алкогольного опьянения. А сколько времени нужно охотиться на этом посту? Сколько он там? Я думаю, час. Уже час он стоит. То есть мы сейчас подъедем, естественно, ситуация будет так, ну, вы посмотрите, что будет, мы сейчас попробуем пообщаться, зафиксировать немножко с полицейскими диалог, то есть не я, а вот человек, который приехал, попробует это сделать, и покажем, как будут развиваться события, и что будут говорить сотрудники полиции в связи с этими событиями. Значит, приехал человек на L200, на Mitsubishi его остановили, сейчас пошел его друг договариваться за снижение тарифа, чтобы взятка была не такой большой. Ну, вы с медиками. Не, не, говорили почему, не знаю, может, цены просто. К чему, как бы, зачем? Понятно, ну, можно написать и все. Нет, просто, нет. Ну, в моем уме, что так сказать? Ну, Виккор, нет. Это же есть, ну, что есть. По-денёвку есть и все, и вот, и все. Ну, я могу сказать. Понятно. Ну, вот, еще, будут, вот, все, а там ничего, то есть. Вот и все, вот и все. Но вы предлагали? Они же предлагали, все предлагали, не все на поведение. Виккор, как нам правильно поступить? Надо напекать, надо решать. Решать. Нет, так за что, если есть какие-то проблемы? Ну, есть проблемы, есть. Виккор и есть, да. Виккор и есть. Виккор, ну, не уважали. Он нельзя хотел встать в машине. Я, понимаете, это советский паркер, я, ну, я знаю, что у меня, ну, я был в 500 грамм, я вам... Да, ну, понятно. Мы спали, так нет, понятно. Понятно, что сейчас можно. Подарите, ну, хорошо. Чтобы, вот, мы не стояли, у него, я замерзу, я с работы вырвал, как бы. Но мне не надо ехать, понимаете? Сюда. Давайте, как бы, взять это... Я не знаю, это, ну, для меня это, как бы... Давай, давай. Давай. Давайте, либо написать, и все, и вопрос накрылся. Ладно, послушаю вас. Все вы хотите, так сказать. Я говорю, вам предлагаю. Адекватно, не говорили ни официалов, ни чего Сказали на половину, с Витером поговорили, Виктор дал Сказал, что в товаристве, вы сказали А вы сказали, что в прошлом, я привозил Худок Вообще Вы-то не расслабили Я понимаю Ваши, ваше, ваше. Ваше, ваше. 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 Виктор сам сказал. Мы... Он предложил общему 5, и вы у вас еще 5 тысяч? Все, на разговор это непонятно. Ваше. 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 На что писать? На что писать скажите? Не, на что писать? Подойти. Он здесь. Нет, что не отказывается его. На что будете писать? На что вы будете писать? На что экспедиции? На А. А два окна. На артологическом. Хорошо. Давай два четыре. Два четыре и решай. Вот тебя товарищи выручаем, да? Выручаем. На тебе просто караушку. А, я хочу на компакт. Ну что? Он вернулся бабки, оставил. Ну что? На что он согласился? Сейчас. Сейчас. Ты мне так озвучил, что он сказал. На четыре я с ним договорился. На четыре. Ну что он произносил? Какие фразы? Он говорит... Я ему предлагал дуть. Витя сказал, что не будет дуть в машине. Ну типа на улице. Мы ему говорим, давайте порешим вопрос. Угу. Он говорит, ну давайте порешим вопрос. Пять тысяч, говорит. Он тебе сказал слово пять тысяч? Только что сказал пять тысяч? Да, несколько раз. Я говорю, давай за сто баксов. Он говорит, нет, развор такой не будет. Мы же его озвучивали цену. Я говорю, ну два за четыре. Ну два за четыре, да. Я говорю, ну сейчас я пойду в тачку. А какой из них? А какой из них? Два. Один черный. Вот эти же стоят? Да. Здравствуйте. Совсем вас уже не пугает ничего, да? В прямом смысле. Кто тебя остановил? Кто из них? Вот этот, который в машине сидит? Выходим. Уважаемый. Рассказываем. Пятерочку получать хотим еще? Который вы только... Что вы говорите? О котором вы сейчас послушаете? Водителя за что остановили? Водителя за что остановили? У вас все в порядке? У вас все в порядке? У вас все в порядке? Отлично. У меня сегодня все в порядке. Это очень хорошо. Полный набор. За что остановили водителя? Какого водителя? Вот этого, который стоит. За что остановили? Понятно. Вы его остановили? Не, 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 не. Я все записал. Секунду, да? Все нормально. За что остановили водителя? За что был остановлен водитель на автомобиле L200AA1892МК? Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Вы очень сильно ошибаетесь. Где твои документы? У тебя? Сильно говорю. У него? Где документы его? Я очень не ошибаюсь. Где документы его? Документы где водителя? У меня нет никакого документа. Документы водителя где? У меня водительские документы никогда не нет. Где? Где твои документы? У кого? Веди за усы того, кто документы твои забрал. Пятерочку будем брать еще? Представьтесь, имя, фамилия, жетон деваш. Не собирается мне абсолютно. Что значит не собирается? Где жетон ваш? Я собираюсь только наоборот. Да, я сейчас объясню, как будет наоборот. Имя, фамилия вас? Я не водитель, во-первых. Я к вам подошел. Я к вам подошел. Объясняю, по какой причине я подошел. Это я за вас рад. Нет, закрывать не надо. Надо меня щемить дверью, я тебе говорю. Дверью щемить не надо. Ты пятерку вымогал, столько же человека. Что ты говоришь? Я не пишу, я тебе покажу. Да успокойся. Кто забрал документы твои? У кого они? Документы отдайте водителю. Кто останавливал на Л-200 машину? Я еще раз повторяю. Кто останавливал? Документы кто брал в руки твои? Документы отдали водителю. У кого они? У кого документы водителя? У кого они? Машину, я еще раз спрашиваю. Вы останавливали машину? За что? Где документы? Что значит идти? Я задаю вопрос. Вы собираетесь документы возвращать или нет водителю? Которую вы забрали. Где вы их делили? У кого? У меня документы. Он вам дал документы. Куда вы их дели? Я еще раз говорю. У меня документы. У вас? У кого они? Документы где? Вы брали в руки. Куда вы их дели? Я вам еще раз говорю. Хорошо. Куда вы их дели? Куда вы дели документы? Ищите документы. Куда вы дели документы? Они не у вас документы? Документы верните. Что вы разыгрываете цифр? Он брал в руки документы, это зафиксировано. Где они? Я вам покажу, где. Я не видел документы. Вы все послушайте и все посмотрите. И то, что вы применяете силу физическую тоже. За Кражу документа вы будете отвечать. Имя, фамилия документа. Вы взяли документы, это зафиксировано, не отдаете. Будьте любезны. Имя, фамилия вашего удостоверения, как вас зовут? Представьтесь. Что вы говорите? Я вам не обязан представлять. Как Вас зовут? Как Вас зовут? Вы документы украли! Где документы? Вы в руки их взяли! Это зафиксировано! Документы где? Я не буду отходить. Документы верните! Документы человеку верните! Я еще раз Вам говорю! Возьми, пожалуйста, камеру со стороны, снимай! Документы верните! Я говорю, не ты это рад! Документы верните, которые Вы не забрали! Я не брал документы! Документы верните! Где они? Куда Вы их положили? Я Вам еще раз говорю! Куда Вы их положили? Вот водитель, до которого Вы забрали документы! Где они? Пятерку Вы только что просили! Я лично слышал это! Не может такого быть! Что? А ну сейчас посмотрим! Ой! А что ж ты так неосторожно? Документы оставляешь в дворниках! Да! Расскажи мне, пожалуйста, с самого начала! Как все происходило? Это происходило! Мы остановили! Вот здесь, да, остановили? На знак стоп! Ты остановился? Подошел, начал тебе рассказывать, что что? Что ты выпил? Да, что я выпил! Были предположения! Ты ему отдал документы, да? Да! Да, но я по-человечески дал документы! Отлично! А я сейчас сюда вызвал... Значит, что тупо развод! Тупо развод! Пять тысяч гривен! Перевозили! А что они... Расскажи мне! От того, что пройти тест я абсолютно не отказывался! У них здесь нет драгера, я так понимаю, на посту, да? Да, нет! Скажи, пожалуйста, меня интересует такой момент по поводу банкомата! Что-то мне рассказывали! У них тут где-то банкомат есть? А что они предлагали? Предлагали... Типа с собой денег нету, чтоб вдруг скинул тебе на карту, а ты пошел с банкомата здесь снял, да? Им дал! Где-то здесь, да? Отлично! 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 Ну, великолепно! Забирай документы! Перед смертью не накуритесь, инспектор! Идемте! Подскажите, пожалуйста, а журнал есть у вас? Журнал? Да, журнал! Ну, поста журнал! Ну, конечно! Дайте, пожалуйста, мы как раз напишем ситуацию, напишем... Сейчас я его слышу! Я так понимаю, что больше к тебе претензий нету вообще! То есть, никто тебя не задерживает, все нормально, да? Странно очень! Скажите, а вы не в курсе, да, что у вас тут происходит? Саша, это группа, которая как бы помогает... Что это за? Вот это помощники? А вы сами не отправляетесь в праздничные дни, что ли? Нет, у нас два человека здесь стоят. То есть, как бы, соответственно, в праздничные дни... И вы не знаете, как эта группа работает между нами мальчиками? Что они за пост ходят водителей? Я не вникал в их работу. Ну, как вы не вникал? Они же с вами стоят вместе! Вы же видите, что они остановили водителя и час его маринуют! Час! На ваших глазах! А вы сотрудник полиции! Который тоже находится на посту! Который прекрасно понимает, что происходит! И при этом не принимает никаких мер! Почему? Ну почему так происходит? Вы же реально знаете, чем они занимаются! Да, сегодня не я вас за руку ставлю, а завтра вас я ставлю за руку! Меня вы не поймаете! Да? Что вы говорите? А что, они тоже так думали? Они тоже так говорили! Меня вы не поймаете, я не буду! Я какой-то, такой-то двигался в направлении... С города Харькова в направлении... Я не знаю, что там такое вообще находится... Чугоево! В такое-то, такое-то время, ориентировочно, там, не знаю, там, в 10-0-30, там, меня остановил сотрудник полиции, который не представился! Если представился, то напишешь, как не представился! Который высказал предположение о том, что я нахожусь в состоянии алкогольного обвинения! После этого потребовал предъявить документы, я ему предъявил! После этого он попросил меня выйти с автомобиля! В процессе общения сотрудник полиции сказал, что не будет привлекать меня к административной ответственности, а попросил денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч гривен! И все, вот так вот и пишешь! Дальше я тебе скажу, прошу разобраться в данной ситуации, бла-бла-бла, и при этом присутствовали свидетели! Напишешь мою фамилию и его! О, уехали, красавцы! Все, уехали, никого нету! Все, смылись! Значит, друзья, чтобы вы понимали, пока я находился в помещении административного поста, пока ребята писали заявление, на этом месте стоял автомобиль с этими двумя оборотнями, которые помогали взятку! И они, естественно, упаковали свои автомобили и уехали, наверное, по какому-то очень сильно служебному заданию! Бросили все! Кстати, сейчас я вам покажу, можете обратить внимание, что на посту больше нету машин, никого больше не останавливают, пробка распасалась, люди начали ехать, больше никаких операций не проводятся! Единственное, со мной остался мухтар, очень верный, который вымазал мне всю куртку, пока здесь прыгал на меня от радости! Ну, на этом, естественно, все не закончится, я последую сейчас перед руководителем поста, я узнаю, к кому относятся эти оборотни, обязательно поеду к их руководству и с радостью поздравлю их с тем, что я заключил двух оборотней в их рядах! И вы, естественно, сможете посмотреть на реакцию сотрудника, на реакцию руководителя о том, что делают его сотрудники на посту! Кто-кто в теремочке живет? Да, узнал я наконец-то, кто был Пападюк и Гамбарян! Гамбарян, ну Гамбарян я узнаю, он такой, ну, его видно! Да, Гамбарян и Пападюк! На экипаже 0316, это сотрудники КПД относятся, то есть, куда они уехали! А что такое КПД? Управление превентивной деятельностью! Здрасте! Ну, кто-то подходит в полицию? Очень приятно! Мы вас поздравляем, мы и поясним вам! Здравствуйте! Здравствуйте! Было остановлено на данном посту, как у нас, два из петрополиции, которые остановили его... Были поясним. Да, они все остались! Значит, сейчас мы закончили писать заявление, давать пояснение, заявитель еще все еще находится в помещении стационарного поста, дописывает свои пояснения. Значит, ситуация будет раздаться следующим образом. Я обязательно поеду посетить руководителя данных сотрудников, которые смыли с места происшествия, задам вопросы, куда же они так спешили, что же это происходило. Но все это уже будет после публикации этого видео, когда будут видеопарты и когда можно будет предметно общаться с руководством. Всем пока, до встречи! Подписывайтесь на канал, в Инстаграм, очень много интересных фоток и очень много новостей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok